Это крупнейшее предприятие по производству руды железной. Владелец его Леши Русманов. Он вместе с господином Баричевым, пусть земля будет ему пухом, управляет этой компанией и продает эту железную руду по металлургическим заводам. Представьте себе огромный карьер. Вы просто потом после лекции со мной даже введите в гугле «Стойлинский ГОК» и посмотрите их. Несколько ГОКов в России. Я просто не случайно говорю «Стойлинский», он самый просто большой. Задайте себе вопрос. Сколько стоит «Стойлинский ГОК»? Вот как предприятие. Допустим, завтра Алишер Русманов по какой-то причине захочет его продать. Сколько он стоит? Ну, он стоит, наверное, я не хочу, то есть мне как бы все равно донут на миллиарды. Это ключевое предприятие, которое там залежи железной руды на десятки, может быть, сотни лет. Это сейчас не важно. Это крупнейший карьер в стране. Там самосвалы, белазы размером с мой дом ездят. Отлично. А теперь сделайте шаг назад и задайте себе вопрос. Завтра ОАО, или сейчас их называют ПАО, российские железные дороги, выпустят постановление о прекращении обслуживания «Стойлинского ГОК». И Кремль скажет, да, это правильно. Действительно, не надо с ним работать вообще. Алишер Русманов наш друг, товарищ и брат. Но вагонов нет. И не будет. Вообще. И с одной стороны, у «Стойлинского ГОКа» останутся все его оборудование, все его белазы, и не только белазы, наверное, я не знаю. И вроде бы железная дорога проведена, но вагонов нет. И РЖД с ним не работает. Вот сколько будет стоить на следующий день в «Стойлинском ГОКу». В случае, если Алишер Русманов будет поставлен в ситуацию, когда ему во всех российских кабинетах скажут, «Извини, мы не можем забрать твой убыль». Он ничего не будет стоить. Всем же это понятно. Ну, то есть, он тут абсолютно не будет стоить ничего. Более того, скорее всего, он его отдаст просто так. Потому что, а что? То есть, тебе надо платить зарплату людям. Тебе нужно обслуживать оборудование, делать ремонты. А выручки у тебя ноль, ты не можешь, у тебя нет транспорта. Вдруг выяснилось, что транспорта у тебя нет. И продать ты уголь свой не можешь. В результате у тебя все ломается. То есть, смотрите, как интересно. Вроде бы есть предприятие, вроде бы есть предприятие. А оказывается, оно зависит от каких-то внешних причин. И понятно, что предположение о том, что РЖД вдруг перестанет его обслуживать, оно мной сделано гипотетически для того, чтобы продемонстрировать вам ту вещь, которую я сейчас веду. Транспорт в интернете. А кто вообще генерирует этот трафик в интернете? Опять, очень простое. Ваше устройство. Вот ваш компьютер, ваш телефон и тот сервер, с которым оно общается. Но не на 100%. И вот это никому не видно. Ваш компьютер генерирует трафик, потому что у него есть разрешение это делать. Разрешение генерировать этот трафик выдано тому домену, на который вы стучитесь. То есть, когда вы нажимаете Gmail, и когда вы нажимаете Facebook, вот вам приходит тот самый SSL-сертификат. Несколько лет назад так случилось, что все участники интернета на самом деле по просто фактическому приказу, вернее, даже он не мог приказать, а заставил всех участников шифровать трафик. Так вот, в интернете существует организация, которая называется, я ее по-русски называю парламентом, для того, чтобы просто всем было понятно. По-английски она называется Root Certificate Authority. Это, если перевести на русский язык правильным, корневые центры сертификации. О, наконец-таки, Господи, наконец-то, надо запомнить. Корневые центры сертификации. Мне просто очень сложно было все время по-русски это сказать. Это компании, которые имеют право своим клиентам выдавать для своих клиентов SSL-сертификаты. Вот то, что я сказал, сейчас очень важно. То есть, это компании, которые имеют право разрешать своим клиентам, чтобы те для своих клиентов выдавали SSL-сертификат. А SSL-сертификат – это маленький файл, который любое интернет-устройство, друзья, вот это очень важно, любое, получает в тот момент, в который оно устанавливает соединение. Когда он устанавливает соединение. И это просто файл. И его продают. То есть, это бизнес. Потому что это кибербезопасность. Это гарантия того, что трафик от вашего устройства будет не виден тем, внимание, через кого он идет. И вот здесь ключевая проблема интернета. Это privacy. До определенного момента, скажем так, до середины нулевых годов, все участники установки соединения между вашим компьютером и тем, с кем вы общались, гипотетически и практически видели все. Потому что трафик в интернете не был зашифрован. Понятно, что корпоративный был. Понятно, что если вы работаете в компании IBM, и вы пришли в офис, даже в Москве, и вы в этот момент там открыли почту, то понятно, что у корпораций свои системы шифрования, аутентификации, они всегда были. Но вот частные люди, частные, обыкновенные, мы с вами, до середины, скажем так, нулевых годов в интернете пользовались абсолютно незащищенным трафиком. А это значит, что все участники маршрутизации, то есть все, через кого этот трафик шел, гипотетически и физически могли все читать и все видеть, и все складывать. Они могли видеть, что вот вы написали какое-то письмо, привет, как дела, вот это привет, как дела, оно вот в интернете, вот оно так и шло. Но потом все изменилось. Изменилось все, когда компьютерная мощность стала дешевым. Потому что основной аргумент в нулевые годы и раньше был, что дорого, дорого, все шифровать, сейчас у нас шифровать, кто за это платить будет? Рекламодатели за это будут платить. В этом, собственно, и есть бизнес. Google, это отдельный разговор. Но вопрос в том, что на данный момент, на данный момент вас, вас защитили от провайдеров, вашего интернет-трафика. Потому что стало всем понятно, что интернет проникает в жизнь с такой скоростью, что это просто угроза безопасности конкретного человека, просто конкретного человека, если кто-то начнет читать его трафик. И сделано это было для защиты прав мира. Вот это очень важно. То есть ведь в интернете нет национальности, там нет акцентов, там нет ничего, там есть только участники, там нет абсолютно никакой дискриминации. Это фантастическая индустрия в этом плане для работы. И в этой индустрии стало понятно, что так как в конце концов мы все равно захватим всю землю, как интернет, нам нужно защитить участника. И была придумана вот эта технология, и даже не просто технология, а вокруг нее еще и полиси, правила и законы о том, что как нам сделать так, как нам сделать так, чтобы участники обыкновенной интернета были защищены от провайдеров. От провайдеров, от хайперов, от прочих. И как нам договориться, чтобы мы понимали, где законная система защиты, где незаконная, и был создан вот этот орган, который называется, еще раз, давайте по-русски называть парламентом, парламентом, а если вы захотите о нем почитать, в русском интернете об этом почти ничего нет, в английском, то называется он Root Certificate Authority. И что здесь важно? Это список коммерческих организаций, фантастические организации. Это коммерческие организации, которые прошли сумасшедший аудит, которые поклялись на крови о том, что они будут действовать в определенных только правилах, и не будут действовать вне этих правил. И что самое важное, это как любой клуб, место, где участники клуба верят друг в другу беспрекословно. Я могу вам рассказать здесь немножко, буквально на три минуты отвлекусь мою личную историю, я могу сказать, что бизнес мой в США взлетел, когда я стал членом одного из клубов в Сан-Франциско, в бизнес-клубах, потому что когда меня туда пригласили, мне просто объяснили одну вещность, что, слушай, у нас все просто. By invitation only, но мы верим друг другу беспрекословно. Ты обманываешь один раз, ты забываешь о том, что ты здесь был. Если бы вы знали, как легко делать бизнес в таких условиях, то есть ты можешь встретиться с кем угодно, с членом клуба, естественно, ты можешь написать, ты можешь позвонить, ты можешь пригласить на кофе, не на кофе. Там такие люди, там как бы, ну, то есть, там миллионеры, миллиардеры, и все. И ты член клуба. Все, значит, вот в Америке так. И я уже не случайно там, и на форуме «Свободная Россия» я однажды сказал, что самый большой вред, который текущая политика России нанесла, это уничтожение доверия. Я сейчас к чему это говорю? В интернете доверие самое главное. Так вот, в парламенте, вот в этом, существует правило. Это техническое правило. То есть все, что я говорю, имеет под собой после этого технические последствия, что все участники верят друг другу беспрекословно. То есть оно не проверяется. А это значит, что если какое-то интернет-устройство получило, представьте себе, например, документ, давайте, как говорится, языком понятным, получило какой-то документ, подписанный вот участником этого парламента, то все, оно его исполняет. Вот этот клуб коммерческих компаний, он многонациональный. Там есть компания с одной стороны, там есть компания с другой стороны. О, у меня заработал, я могу. У меня есть его картинка, которую я нарисовал, коллеги, для моего одного проекта. Мы сейчас, когда сделаем перерыв на кофе, как раз через 10 минут я как раз ее найду, я вам покажу, давайте договоримся, что ровно в ноль мы сделаем перерыв на кофе. Очень фантастическая история. У меня просто дизайнер мой наконец-таки ее нарисовал. Я к чему вам говорю, что это клуб коммерческих компаний. И там нет России. Вообще. И об этом в российском интернет-обществе и бизнес-обществе полное гробовое молчание. Там его нет. При этом в нулевые годы всерьез обсуждалось включение российской компании в этот список. Я не хочу говорить, какой, потому что меня будут обвинять, что я там в рекламу делаю, а я не в рекламе никому не делаю. На данный момент выглядит это все следующим образом. В данном клубе, в клубе участников, компаний, которые разрешают интернет-устройствам подключиться друг к другу по шифровому соединению. Я еще раз повторю. Я вижу сейчас надпись «REC». Это очень хорошо, потому что потом мы сделаем короткую нарезку. И еще раз. Эти компании разрешают интернет-устройствам соединиться друг с другом по шифрованному соединению и обезопасить себя от тех, кто маршрутизирует их трафик. Вот парламент решает эту задачу. Как? То есть там есть еще раз второй уровень, третий. То есть у них есть те, кто к ним обратился, и они разрешают им или не разрешают. И вопрос не в том, что в парламент тяжело попасть. Тяжело быть тем, кто работает. То есть тяжело попасть на уровень ниже, чтобы с тобой парламент начал работать. Для этого нужно кое-что из себя представлять. Вопрос здесь еще раз ключевой в том, что в этом клубе нет России. Там есть Польша, там есть Тайвань, там есть Финляндия, Нидерланды. Там тотальное доминирование США. Там столько американских компаний. Но при этом, при этом, эти компании, эти компании, они всего лишь навсего являются, я знаете, как людям, у меня есть тут в Калифорнии одна школа, частная, где я читаю компьютер-сайвенц. То есть я прям бесплатно так делаю. Вот, в качестве просто, как сказать, здесь не принят. По субботам. Привело это к тому, что некоторые родители стали приходить на эту отдельную тему. Вот, я школьникам рассказываю компьютер-сайвенц. Мы сейчас пойдем на кофе, на чай, на буквально там 5-10 минут, потому что вы понимаете, что я в монологе. И я сегодня могу говорить долго. У вас вечер, да, я не знаю, сколько у нас еще есть время. Потому что я хочу, чтобы у вас была полная картина. Вопрос в том, что Россия не является участником вообще установки соединения в интернете. Вот сейчас, перед перерывом, еще раз. Россия не является, не является страной, которая включена была бы в клуб, который разрешает тем, кто работает с этим клубом, устанавливать шифрованное соединение. Значит, ключевой момент, который мы уже обсудили, это клуб компаний, которые двигают шифрованный трафик в интернете. Там нет России. И России там не будет при нынешней политике, потому что для того, чтобы быть там, нужно обладать доверием среди всех. Это как бы параметр на включение. То есть параметр на включение в root certificate authority. Это доверие. Потому что члену данного парламента доступна очень интересная функция. Он теоретический и гипотетический, а может быть и практический, может перехватывать. Не перехватывать, ему нужна физическая как бы. Давайте завершу предложение, а потом проясню. Он может читать зашифрованный трафик, но для этого ему надо его перехватить. То есть ему нужно еще физически его где-то поймать. Такова особенность. Такова особенность систем сертификации, систем шифрования. И это сделано, опять же, тоже специально. Это еще отдельный разговор. Я хочу сказать вам просто одну простую вещь о том, что мы очень долго сидели внутри у себя и думали, как же нам его нарисовать. И мой дизайнер, Таня, нарисовала фантастическую вещь. Это действительно список участников. Мы поставили там флаги. Это не значит, что это государственный орган. Вот это тоже очень важно. Это коммерческие структуры. При этом это коммерческие структуры в большинстве своем те, которые просто занимаются выдачей разрешений на право установить шифрованный трафик. И они также, вернее, не они, а с ними, с ними организовано взаимодействие между всеми производителями, как оборудования, как оборудования, так и веб-браузеров. Есть производители веб-браузеров, есть производители оборудования, есть какой-то орган. У этого органа есть первый уровень подчинения, с которым этот орган взаимодействует. Вот есть как бы боги, это вот этот вот root certificate authority. И они все равные имеют права в очень интересном. То есть неважно, куда вы обратились. Вы можете обратиться к этому, вот отсюда можете обратиться к этому. Правится, никакой. Вам выдадут разрешение зашифровать ваш трафик. Пожалуйста, шифруйте. Но вы обращаетесь к ним не напрямую, вы обращаетесь в средний уровень, который под ним. То есть вот эти вот, назовем их так, судьи, они работают с intermediate certificate authority, то есть со средними. Это те, те, у которых есть договора юридические, вот с этими, на то, что они будут продавать эти сертификаты. А вот здесь клиенты. Клиент приходит сюда, говорит, продайте сертификаты. Они говорят, а ты кто? Он говорит, а я научно-исследовательский институт из города Берн. Ну, пожалуйста, ты хочешь. Ты хочешь, ты понимаешь, что наш сертификат, он будет выдан судьей, судьей американским. Он говорит, нет, не хочу, хочу швейцарского. Хорошо, иди тогда туда. Он идет туда. Идет. С точки зрения интернет-устройства, разницы никакой нет. Абсолютно. Но есть юридическая проблема. Есть юридическая проблема. Кто, в конце концов, стоит вот там в конце. А там в конце все равно судья, и это компания в какой-то юрисдикции. Юрисдикция, да, то есть это может быть швейцарская компания, это может быть компания голландская, опять же, это может быть финская, это может быть польская. Поляки красавцы, они туда зашли просто. Вот. Отлично. Но есть нюанс очень тонкий. Это ведь коммерческий структур. Коммерческий. Значит, они ведут бизнес. Значит, они ведут бизнес. А раз они ведут бизнес, Значит, они находятся под юрисдикцией того, где они ведут бизнес. Правильно. А основные клиенты где? В США все равно. А что это значит? А это значит, что очень интересная вещь. И это то, мы дошли сейчас до момента, что раздражает старую площадь, больше всего у нас есть городском надзор. Это значит, что все участники этого парламента находятся под американской юрисдикцией косвенно. То есть, да, есть польский судья, он находится в Польше. Да, компания Яндекс обратилась к нему. Сказала, слушай, мы вот этим всем не верим, выдай нам сертификат. Окей, на этом. Но судья все равно под американской юрисдикцией. Хотя вроде бы он в Польше, потому что он ведет бизнес в США. И вдруг так вы... И вдруг всем стало понятно, только не всем, а всем нам, кто в этом бизнесе. Что оказывается, дорогие друзья, есть в 21 веке до сих пор картельный сговор на земле, как ОПЕК. Да, и я здесь с Андреем Николаевичем Пономаревым, у него есть фантастическое на это счет интервью. Абсолютно согласен. То есть ОПЕК – это картельный сговор. Хотя картельный сговор вроде бы запрещен. Вроде бы все договорились, что не должно быть картельный сговор. Не должно быть. Но ОПЕК есть. А вдруг еще выяснилось, что на земле нашей всей абсолютно есть абсолютнейшая американская монополия. Причем она безусловная монополия. И эта монополия на право и физическое исполнение шифровки трафика. Вы будете удивлены. В тот момент, когда вы на своем ноутбуке, на компьютере или на мобильном телефоне набрали какой-то веб-адрес, и после этого нажимаете клавишу Enter, либо мышкой там нажимаете «соединиться». В этот момент ваше устройство запрашивает разрешение в парламенте. А можно мне вот тут, во-первых, что происходит? Оно говорит «Эй, я это такое-то устройство, iPhone, вот мой серийный номер. Серийный номер не совсем корректно. Вот мой IP-адрес. А с меня хотят установить шифрованное соединение на сайт www.google.com с помощью вот этого сертификата. Можно? Вы приходите ответ. Да. И он шифрует. Он шифрует, вы получаете соединение, все это происходит меньше, чем за 100 миллисекунд. В мире идут не миллиарды, а триллионы запросов на разрешение. На том, что можно или нет, можно или нет. Каждый раз, когда вы устанавливаете соединение. Управление, менеджмент, всем этим, всем этим, это механизм, отработанный по производству браузеров и материнских плат, ну то есть и hardware, устойств. То есть есть производители устойств. И чтобы быть подключенным к интернету, очень интересно, ты хочешь делать, например, интернет-устройство. Отлично. Ты обязан подчиняться парламенту. Точка. А я не хочу подчиняться парламенту. Не подчиняйся. Не будешь работать. С тобой соединение будет невозможно соединить. Внимание, шифрованное. Нешифрованное может быть. Потому что в нешифрованном соединении, то есть когда все, что вы говорите, идет прямым текстом, да, там этой функции нет. И там действительно возможно все. Парламент выдает разрешение. В парламентах также отзывается. И это набор мер, который с каждым годом, с каждым днем становится все больнее и острее для всех участников. И это то, где, я этот прогноз дал полтора года назад, сегодня я просто в нем еще больше уверен, будет ответ, если, если не прекратится вакханалия в политике по всей. И это все работает очень интересным способом. Так как парламент это коммерческие организации. Так как эти коммерческие организации в большинстве ведут бизнес в США. Они subject to the US jurisdiction. Поэтому в случае если, в случае если, вот так называемый список персональных санкций, список на запрет ведения бизнеса, будет добавлено какое-то юрлицо, у которого есть домен. Разрешение привязывается к домену. Юридическая формулировка запрет бизнеса также и означает запрет на шифрование трафика. Потому что шифрование трафика – это бизнес. SSL-сертификат будет отозван. Теперь представьте себе отзыв SSL-сертификата банка ВТБ-24, о чем я сказал своему интервью Гордону. Вы просто представьте, что это будет. Не дай бог это произойдет. Просто не дай бог. Потому что пострадают миллионы людей, которые они к этому отношения не имеют. Но если государство продолжит ту политику, которую оно продолжает, и если не остановятся эти хакерские атаки на американскую инфраструктуру, то я боюсь, что ответ будет в кибер. Поэтому сегодняшняя лекция, она называлась «Сайвер из Нью-Неви». И я начал ее с «Глобал Рич», то есть с того, что это инструменты и технологии, благодаря которым американцы построили мир, в котором они диктуют правила. Ну, поэтому Неви, потому что флот был такой, то есть флот был такой, где они диктовали правила все. Просто будет так, и все. Будет так. И в киберпространстве еще сильнее. И это индустрия, где значение США выше, чем значение США в финансах. Потому что все абсолютно участники root certificate authority под американской юридористикой. И это то, что раздражает Россию. То есть тех людей в интернете, которые понимают, что Россия же фантастическая страна с точки зрения талантов. Есть определенный список чиновников, которые эту проблему очень хорошо понимают. И полтора года назад я обнаружил очень интересную маленькую оговорочку. о том, что Яндекс начинает разработку собственных систем шифрования с сервером и добавит их в свой браузер. Я такой, опа, вот это интересно. Значит, они хотят уйти от социальных сертификатов. Для меня тогда это был шаг, то есть знак, учитывая, что Волошин Александр Сталевич, величайший интернет-интерпремь Российской Федерации, в совете директоров Яндекса появился вдруг в 2010 году. Для меня это был знак тогда очень простой, что Воложу, Аркадию просто сказали, что будет обострение. В общем, сильно. И они, скорее всего, начали готовиться к нему. Другого у меня ответа нет. То есть нет ни одной причины, ни одной вообще, для которой этот проект нужен. Кроме как обострение, эскалация, наколение, то есть любые слова можете использовать. Вопросы здесь в другом. О том, что веб-сервера на данный момент видят браузер, через который вы зашли. И если вдруг они решили, что мы сделаем так, пусть у нас с Яндекс.Браузера будет выходить трафик, который будет до какой-то прокладки доходить, шифрованный понятным только нам алгоритмом. Значит, да, мы их расшифруем, понятно, там мы все отдадим, все мы там положим, все мы там сохраним, все мы там проанализируем, а дальше мы зашифруем с помощью SSL. И отправим это на Запад. Они поверили в то, что это будет работать. И это не будет работать. Потому что там участники на том конце могут не принять этот трафик. Вот и все. И мне кажется, они это поняли. Я думаю, что они это поняли. Либо готовится что-то совсем серьезно. Либо готовится тотальное просто действительно отключение России от интернета, инициированное Россией. Ну что, ладно. С целью построить микрокосмос такой у себя, где не будет Root Certificate Authority обладать тем пауэр, который у него есть. И где будут Роскомнадзор будет торжественно выдавать всем инструменты для шифрования трафика, который будет поддержан внутри Яндекс.Браузера. Тогда вас всех заставят поставить Яндекс.Браузер. У вас просто выхода другого не будет. То есть это будет очень интересная история. Физически находясь в России, вы не сможете пользоваться ничем. Вы сможете пользоваться почтой, mail.ru, может быть, даже Gmail, если Google захочет с ними сотрудничать. Но вы должны будете заходить туда через Яндекс.Браузер, в который будет строен Keylogger. Это 100%, который будет полную копию всей вашей активности отправлять в соответствующие органы. И у них за это есть человек, который за это отвечает, и он торжественно получит благодарность. Вот то, куда все идет. То есть Cyber is the New Navy, потому что СССР сказал, а мы это не принимаем. Нет, мы будем строить свой флот. И он был всем, мы прекрасно знаем, каким. и ничего с этого все равно хорошего не получилось. К сожалению, к сожалению, все идет к тому, что и с кибером будет то же самое. И с кибером будет то же самое. Так, вопросы мне здесь накидали. Что у нас бы рекомендации, что надо менять, что нужно, мне просто камера написать, что нужно, я не знаю, что нужно делать. Мне нет ответа. То есть я, я не знаю, что нужно делать. Я вот серьезно говорю, абсолютно, то есть я не знаю, что нужно делать. Я не знаю, что нужно делать. Что для того, чтобы это поменялось. Мне кажется, нам нужно просто доносить, просто объяснять, что происходит. Объяснять просто, что происходит. Происходит катастрофическая самоизоляция. И еще раз хочу подчеркнуть, что тезис глобальной политики США – это global peace, глобальный мир. Это тезис глобальной политики США. И что Россию всерьез рассматривали как участник root certificate. То есть ей хотели дать право быть членом этого клуба, потому что ей верили. Верили ей благодаря реформаторам из 90-х. Весь успех нулевых – это инерция 90-х. Я это говорил давно и повторяю. Это инерция. То есть те принципы, которые были заложены, мы получили с них. И вот сейчас мы скатились туда, куда мы скатились. И это больно, потому что интернет сейчас и пандемия только ускорила. Та эскалация интернет-обучения, которая сейчас прошла, все вдруг поняли. И даже вот здесь мне очень понравилось недавно блогер. Блогер – это генеральный из Dropbox написал статью «Digital Divide». Я вам очень советую прочитать. Там очень фундаментальная вещь. Написано о том, что мы, похоже… Там, понятно, у нас есть разделение по социальному статусу. У нас есть разделение по тем, кто имеет возможность чистую воду из экрана пить. И те, кто ее не имеет, да, это тоже мы не задумываемся даже об этом иногда. У нас, похоже, сейчас еще появится «Digital Divide». То есть разделение на тех, кто может себе позволить интернет-услуги получать. А сейчас можно… Вот у меня старший, мой 15 лет, не ходит в школу. С 1 сентября у них все онлайн. У них 26 августа. И они только… И они кайфуют. Я вот с ним общаюсь и говорю, вот ты мне скажи. Итог-то какой? Он говорит, да лучше бы так остался. Я говорю, вот вы, молодежь, вам по 16-15 лет, вы вот, вас полностью все устраивает? Он говорит, абсолютно. Раз в неделю надо собраться в школе, там, понятно. По каким-то делам. Но вот, говорит, вот было бы так, было бы вообще классно. И это, к сожалению, может быть недостудно. То есть, и это катастрофа. Это катастрофа. Это катастрофа, друзья. Поэтому давайте дальше. Так. Кнопки. Конечно, трону чуть парламенту. Конечно, российские производители. Вот понимаете, вы говорите, российские производители, а какие? Произдители чего? Российские производители из-крата. Яндекс Браузер, конечно. Конечно, им нужно было, чтобы он принимал, что, конечно, да. То есть, это то, как интернет движет. То есть, если вы хотите, чтобы у вас был зашифрован трафик с помощью вашего устройства, вы должны следовать правилам. Иначе никак. Иначе просто не будет ничего. Поэтому, конечно, производитель браузеров, конечно, обязан. Цифровой оргазм – это выражение, используемое здесь, этический оргазм. Оно понятно тем, кто работает в бизнесе, связанном с созданием сложных компьютерных систем. То есть, когда вы создаете какую-то сложную компьютерную систему, очень большую, вы понимаете, что задача, которую вы решаете, она большая, глобальная, она требует больших материальных средств, ресурсов, трудовых, человеческих, времени. Там будет много ошибок. Потом, в определенный момент, те, кто занимается программой обеспечением, они это знают, вдруг, в первый самый момент, когда вы все вот так вот создали, и тут вы запускаете, и она работает. Вот это называется бета-версия. Бета. То есть, это называется… Вот она заработала, но не дай вам бог начать этим пользоваться. Вот не дай вам бог. Потому что это не оттестировано, это не задокументировано, там нет процедур доступа. Она просто вот… То, что вы задумали в голове, заработала. Но люди, которые это видят, они испытывают так… Это называется цифровой оргазм. Вот это вот состояние хайпа, кайфа, связанное о том, ну какие же мы крутые, блин, мы же такую систему сделали. Это то, что произошло с детом города Москвы, когда они сделали систему распознавания лиц. У них это случилось. И они сразу ее запустили. Потому что им… Они испытали цифровой оргазм. К сожалению, продолжают его испытывать. Вот. У них, конечно, вот такой долгий, непрекращающийся. И они, наверное, сидят где-нибудь у себя на даче, в банях, ловят себя на том, какие же мы крутые. Блин, мы же такую систему сделали. 200 тысяч камер. Тотальный контроль всех лиц по Москве текстовыми файлами. Здесь опять же, то есть, вот многие… То есть, они… То есть, вот эти люди из ДИТа, да, они получают… Вернее, наслаждаются бонусами, которые… К ним пришли в силу незнания и непонимания деталей всех окружающих. У 15 миллионов людей. И при этом они… Они едут в Москву, они нагло врут в судах. Вот это я вот сейчас смотрю. Мне сейчас интересно, как вот этот новый язык будет. Как они будут брать там. Значит, смотрите. Вам говорят, во всем мире камера. Конечно. В Америке везде камера. На каждом перекрестке. Конечно. Именно, я, кстати, не привлечу на каждом перекрестке в Америке столь камера. Тут просто светофор, бум, и камера. Маленькая. В этой стороне вот. Она что-то пишет. Отлично. Вопрос здесь в том, что является итогом работы записи. Вот камеры повальные в Америке, в Европе. Это камеры, которые пишут видео и сохраняют видео. И в случае, если что-то случилось, или если что-то произошло в определенный момент, проверяющими органами, компетентными государственными органами, полицией, милицией, неважно, говорят, о, или там авария произошла. Давайте достанем видео и посмотрим, что это. Достаточно видео, и оно смотрится. А, вот понятно. Вот понятно. Вот понятно. Или произошло какое-то преступление. Достают видео, видят людей. И к ним могут быть применены технологии определения лица. Если качество видео хорош. Это значит, что данное видеоизображение засылается в движок распознавания лиц. Оно проходит анализ. Дальше есть база лиц. Это может быть паспорта, это может быть виза, это может быть еще что-то. Мы об этом отдельно будем говорить. И идет поиск лица в этой базе. Оно там есть или нет? А, есть. Отлично. Определили человек. Окей. Московские власти делают абсолютно не так. И их приспешники, которые их защищают, которые в том числе мне пишут в Facebook, называй меня идиотом. Я очень люблю, когда мне идиотом называют подписательные вещи. Сразу видно, кто он. Игорь написал мне тут один. Ты хоть понимаешь, написал мне так, мы причем с вами не знакомы, ты хоть понимаешь, что такое видеопотоки со 120 тысяч камер? Я понимаю. Из 200 тысяч камер из миллиона. Прекрасно понимаю, что такое видеопотоки. Сколько это занимает места и прочее. Если это хранить видеофайлы. Они делают не так. Они в момент этого видеопотока, то есть вот когда он идет, они снимают текстовые атрибуты. Они сразу там определяют лица. И итог идет. Это текстовый файл. Это что? В результате? В результате. Это сбор биометрии со всех. И этот цифровой оргазм, который они испытали, связан с тем, что у них это получилось. Они думали, блин, это такая сложная задача. Как же так у нас получится? Москва такой большой город. И, наверное, камеры. Да, наверное, качество не будет там плохое. И где-то там далеко будет. Или, может быть, там снег. Грязь попадет. Это что? Что-то неопределим. Несколько лет назад в США обсуждался этот вопрос. И основной аргумент на запрет использования систем, определения лиц государственным органам, дьявол в деталях, они опять же, они вот все смешали. И они вот этим всех обманывают и дурят всех. Они говорят, в США эти системы есть. Есть. Конечно. Они говорят, силовики их используют в США. Конечно используют. Вопрос в каком режиме? Режим, в котором силовики используют системы. И это моё подтверждение в интернете. Это тот режим, о котором я вам рассказал. То есть идет анализ сохраненного видео в случае, если произошло что-то. А их аргумент в Москве, а мы хотим ловить преступников с помощью этого. Отлично. Правда сейчас до утра будем говорить. До моего, не до вашего. Я сейчас разойдусь на эту тему, потому что я заложусь. Окей. Но это значит, что в Москве в системе распознавания лиц силовики, судьи, приставы, сотрудники службы исполнения наказаний, ФСОшники, их жены, не только жены, их дети, они все там. Вот этот аргумент, что ни в коем случае нельзя государству использовать систему распознавания лиц, был основной преобладающий аргумент, по которому в Вашингтоне было принято решение. Запрет. Запрет. Нельзя. Потому что, внимание, они со своим опытом в охране этих систем, недопущению туда доступа, они испугались, что подождите, если мы в Вашингтоне на Пенсильвании, авене, в DC, поставим камеру с функцией распознавания лиц, там хувербилдинг, штаб-квартира ФБР, чего там, а если кто-то сольет, а если кто-то туда, ну что там, что кто-то, у кого-то будет информация, когда какой ФБР в офис приходит, то, что больные, что ли? А судьи? А их семьи? А их дети? На все наплевали Апанске. Вообще, на все. Они бежали докладывать. Если вы сомневаетесь в моих словах, найдите это видео. Оно есть на Ютубе. Собянин докладывает Путину о камерах с автоматическим распознаванием лиц. Посмотрите на реакцию Путина. Self-Explanatory. Я это видео использую своим американским коллегам. Я говорю, хотите, я вам расскажу, кто заказчик системы Face Recognition? Просто американцы, такой народ, они наивные немножко, они все везде видят каких-то розовых пони. Так же, как белорусская оппозиция, кстати. В этом они одинаковые. Какие-то розовые тона. Вы не поняли. Я говорю, хотите, я вам покажу заказчика системы распознавания лиц-маски? Они говорят, кто это? Я говорю, Путин. Я говорю, этого не может быть, президент страны не может быть заказчиком такой системы. Я говорю, смотрите, есть видео, где Собянин выкладывает. Посмотрите на реакцию Владимира Владимировича. Там все ясно абсолютно. Абсолютно ясно. Дальше. Что будет? Этот эксперимент проводили в Китае. Китайцы за 10 лет до того, как у них заработала система распознавания лиц, объявили всем публично, что у них система распознавания лиц. Это очень интересная дилемма. Она в Америке в учебниках. То есть у них ничего не работало. Вообще. Но камеры стояли. И они показали по телевизору о том, что у нас мы самая передовая страна, загнивающая Запад. Мы. И у нас заработала система распознавания лиц, которая видит всех абсолютно. У них преступность упала. Конечно, упала. Психологически. Конечно, упала. И когда говорят в Москве, что там нашли кучу людей, которые в розыске, я вас уверяю, они не обманывают. Я вас уверяю, они говорят правду. То есть когда они говорят, что мы поймали столько-то преступников, находящихся в розыске, они говорят, правду. Вопрос здесь в другом. Второй аргумент. Система распознавания лиц, ее функционал, это поиск лица в базе лиц. Все должно, знаете, все просто, да. Поиск лица в базе лиц. Вопрос. Мне написали замечание, что я скатил со системы, поэтому хорошо. Я сейчас закончу. Покажите мне в Гражданско-профессиональном кодексе Российской Федерации процедуру включения человека в базу поиска полиции. Я хочу его увидеть. Вот и все. То есть на самом деле в Москве появились люди, которые могут вас в жизни превратить в ад. И вы их не сможете привлечь к ответственности, потому что ничего не нарушают. Вы скажете, вы меня включили, мое лицо, в базу поиска. Скажете, да, включили. И все. Алан Тюринг. Американский, не американский, простите, британский компьютер-сайенс инженер, человек, который изобрел компьютер-сайенс. Тот самый Алан Тюринг, о котором фильм The Imitation Game. Игра в имитацию в отвратительнейшем российском переводе. То есть я свою маму попросил посмотреть этот фильм. Она его посмотрела, позвонила, мне сказала, мыть какая-то. Я говорю, какая мыть, мам? Ты говорю, о чем? Я потом посмотрел его в российском переводе и понял, будь. Еще одна трагедия. Алан Тюринг. Это человек, который поставил вопрос в определенный момент. Что если только машина может победить машину в случае, если машина использует какие-то алгоритмы и подвластна человеку? Что если человек не может сломать ее? Задачу он перед собой поставил в тот момент, когда он возглавлял команду по взлому Энигмы. во время Второй мировой войны. И если рассмотреть историю Второй мировой войны не так, как ее преподают в учебниках, на данный момент переписанную пятый раз или шестой уже, а посмотреть ее действительно с точки зрения западно, то взлом Энигмы, как считается, спас 14 миллионов жизней и уменьшил продолжительность Второй мировой войны на два года. Сделал это Алан Тюринг. И этим он вошел в историю компьютер-сайенс мира. То есть это Бог. Но дьявол опять в деталях. Вошел он в историю не только потому, что он взломал Энигму, а еще и потому, что он написал очень интересное эссе. И в этом эссе есть ссылка в фильме, но она очень короткая. дилемма звучит следующим образом. Вот мы взломали Энигму, машину, через которую фашисты, нации передают друг другу координаты перемещения своих войск. Окей. Мы теперь можем все читать. Окей. Можем ли мы начать их бомбить? Вот в фильме об этом всего 6 секунд. К сожалению, я считаю, что это недоработка режиссерская. Не до конца он объяснил, либо он сам не понял. Потому что его за это возненавидели в Адмиралдействе. Потому что он сделал все для того, чтобы этой информацией не пользовались. И при этом он создал статистическую модель, которая звучала следующим образом. Использовать полностью перехваченную информацию с максимальной эффективностью и максимальным количеством атак при минимальной вероятности того, что немцы что-то заподозрят. то есть читали они все, но они не могли бы использовать. Потому что если бы они начали сразу мгновенно всех мочить, то немцы на следующий день переделали бы энигмы. Они бы поняли, что это такое. Вот именно этот принцип используют Роскомнадзор Роскомнадзор они читают все. И Телеграмм это мессенджер, сообщение которого копии лежат в определенных вопросах. И они все видят. Они пользоваться этим не могут. Вернее, они не пользуют это точечно. Благодаря вот этому принципу они поставили на контроль тех, кто им нужен. То есть они создали списки. У меня есть еще один проект. Есть такое выражение в английском like-minded people. То есть люди, которые мыслят так. Раз вы сейчас здесь, значит мыслим одинаковы. У меня есть проект где я рисую просто схему IT. Что происходит в Москве. Как эта связка всех этих систем работает. То есть что они делают? Они создали списки людей, которые им интересны. И этих людей они включили в систему распознавания лиц. Вдумайтесь, по нему идет полный тотальный сканированный контроль. Вот это они сделали. И у них цифровой оргазм. Потому что у них получилось. У них получилось и они кайфуют. Сюда еще можно добавить господина Мишустина, испытывающего цифровой оргазм, но он финансов. Правда, объективности ради надо сказать, что нельзя сказать, что то, что он сделал, это плохо. Я могу сказать, что тотальная сквозная проверка онлайн на лету транзакции контрагентов, которая сделана благодаря господину Мишустина, это фантастический проект с точки зрения того, что он сделал. И они тоже испытывают цифровой оргазм. Вопрос в том, как эти системы вместе друг с другом работают. И для чего они используются. Когда они используются для того, чтобы отловить украденное у государства НДС, я только аплодирую. Я им аплодирую, я им говорю, да, это правильно, вы молодцы, сделали. Но когда они используются для того, чтобы устроить тотальный прессинг к кому-то. Понимаете? Это психологический момент очень тонкий. Это унижение человека на самом деле. Это здесь описано в США. То есть человек попадает в состояние униженного, когда ему, в случае, если он совершал никаких преступлений, на стол кладется вся его жизнь. Вот смотри, вот тут твое кофе. Это то, что Мишустина с этим журналистом сделал, это, конечно, вообще отвратительная ситуация была. То есть он тоже не понимает. Когда журналиста пригласил в свой кабинет, спросил у него, задал ему вопрос, где вы пили кофе, и показал ему у себя есть система его чек. То есть иностранцы после этого испугаются ехать в Россию, но он этого не понимает, Мишустина. У него цифровой оргазм, у него хайп, он не понимает этого. Нельзя этого делать. Более того, у Мишустина должно быть доступа в эту систему. Поэтому, раз мы его так сегодня, как меня поправляют, я почему это говорю, да? Вот я, когда детям пятнадцатилетним читаю компьютер сайенс, я им говорю, компьютер сайенс это непрограммирование. Вот это первая ключевая вещь. Компьютер сайенс это непрограммирование. Программирование это одна десятая компьютер сайенс. Компьютер сайенс это комплексная наука. Вот эта комплексная наука, она абсолютно недоступна вот этим вот людям, которые сделали все эти системы в Москве. Они их не понимают. Они программисты. Они вот написали, и в результате вот какая-то женщина там из Роскомсвободы или откуда-то свои фотографии, свои перемещения по Москве купила за восемнадцати, что, блядь, за сколько? Это же катастрофа. Понимаете? Это катастрофа. Они этого не понимают. То есть Европарламент запретил категорически и сказал, нет, у нас вообще нельзя. Нельзя и все. В Америке распознавание лиц, частный бизнес может, обязан предупредить для себя. Но если, не дай бог, оттуда будет утечка, это базис для того, чтобы подать в суд. Поэтому многие боятся это делать в США. Многие, ты же думаете, нет здесь что ли в США технологий? Да их 50 поставщиков. Вы знаете, что их 50? Их не один, а не два, их 50. Они боятся. Понимаете, страшно. Потому что, ну, это так, как в свое время с атомным оружием. Вот его изобрели, но страшно. Мы же можем навредить. Это, задумайтесь, вот есть такое слово вмешательство. Вмешательство. То есть, вроде бы, является ли это вмешательство? Конечно. Конечно, является. Это нарушение правных, безусловно. И этот, судья Савеловского суда, я читал это решение, у меня слезы текли. Ей богу. Она написала, невозможно определить с помощью этой системы. Вы что пошутили, что ли? Ну, то есть, понятно, что судов нет в России, но вы совсем уже. Но вы пишите, что невозможно. Для чего они делали? Чтобы определить. А вы пишите, что невозможно определить. И опять же, еще раз, где мне, покажите мне процедуру добавления человека список по контролю в системе лица. Где он? Как он написан? В гражданском процессуальном кодеке. Когда, если человек в розыске, я понимаю, все, человек в федеральном розыске. Если человек в федеральном розыске, значит, по нему есть определенные процессуальные решения. Конечно. Это очень хорошо, если ты полностью согласен. Вообще на 100%. Если бы вы еще начали, они говорят, мы, вот мы тут, я не буду фамилию называть этого человека, мы с ним общались, просто чтобы не раздражать никак. когда Жукова избили в город. Я ему тут же написал, говорю, смотри, хочешь я тебе докажу, что система по контролю лиц в Москве, она вообще не для безопасности. Вот Жуков. Эти люди на всех камерах. Где они? Которые его избили. Где они? Вот вы кричите, что система сделана для безопасности. Где они? Они на всех камерах. Нет. Потому что она не для безопасности. И в школах они это делают. Вот я в городу написал. Мне, кстати, не могли поверить. Знаете, я в этом плане восхищаюсь Украиной. Абсолютно свободная страна. Украинцы, у меня очень много друзей там, они не могли в это поверить. Они говорят, этого не может быть. Я говорю, что ты обманываешь? Я прошу вам. Я им про это письмо из ФБ. Они не могли поверить. Я говорю, я вам письмо покажу. Оно публично доступно. В интернете можно найти. Просто по ключевым словам оно. Потому что все, что как бы переписка, все, что если уходит в государственный орган в США, здесь полный транспорт. Все доступно. Все можно прочитать. У них глаза были квадратные украинцы. Они говорят, что биометрия из детей? Я говорю, да. И будут делать, и никто не остановит. Будет все. Потому что безопасность. Нет, не безопасность. Какая безопасность, объясните мне, снятие лица внутри класса. Вы о чем говорите вообще? Там сидят подростки, о чем вы говорите? Какая безопасность? На подъезде, в школе? Ну, может быть. Может быть. Это в США запрещено. Ну, запрещено. Ну, потому что среди родителей и учеников могут быть силовики. Ну, нельзя их сканировать. Могут быть судьи. Или люди, работающие внутри суда, имеющие там определенные... Ну, нельзя этого делать. А им пофигу все. Потому что они другую задачу решают. И задачу решил Собянин. Вы можете найти это видео, как я уже сказал. Это то же самое, что и с Трампом. Я уж прямо скажу сейчас, то есть мы сейчас не на американских каналах освещаем. Среди моих друзей американских я убедил всех. Абсолютно. Всех на 100%. Больше не осталось. Что если Трамп был в России, а он был, он был. Есть выступление Путина на этот счет, где он говорит, что он мужчина взрослый и был окружен всю жизнь девушками, участницами конкурсов красоты, поэтому за ним таких грехов не должно быть. Да, то есть для меня это знак 100%. Что Путин проговорился, даже не то, что не проговорился, что он с большой гордостью сказал, что у них это есть. Вот и все. Это 100%. 100%. Вот 100%, мои друзья, коллеги, я на 100% уверен, что вот когда вот говорят, что был какой-то заговор, там совсем нет, никого заговора не было. Ничего. Но у ребят с Лубянки есть видео. 100%. 100%. И ты там знает, что она есть. Вот и все. Больше ничего. Больше ничего. И в этом, потому что в этом они, ну, считается лучшая спецслужба. Это у них делается, это у них поставленный поток, в этом они профессионалы. Представьте теперь система по лицам, какой она им дает шанс. Это же вообще просто мама дорогая. То есть, я как специалист, то есть, по большим данным, я могу сказать, ну, извините, самому себя хвалить не надо, но мы одна из компаний таких очень сильных прочих данных. То есть, нас вот здесь, в Калифорнии знают. Знают, что у нас, мы небольшие, но знают, что мы можем. То есть, я могу сказать вам так. Дайте мне доступ в систему распознавания лиц Москвы. Я вам построю аналитические системы такие, которые вам не снились. У вас волосы выпадут все сразу. Я вам построю систему появления людей в будущем, где они появятся. В понедельник, где во втором. И с кем. Я сейчас не прикалываюсь. Я сейчас абсолютно вам серьезную вещь. Я сейчас не прикалываюсь и не преувеличиваю. Я вам говорю абсолютно серьезную вещь. Это страшно. Это же, это же паттерн. Вы же поймите. Это же, это же простейший машин для вывода. Просто простейшая, простейшая машина на обучении. То есть, у нас же жизнь меняется, она идет там своим определенным чередом. Дальше мы же имеем еще пробки Яндексные. Ну, это вообще. То есть, если с этим наложить, вау, что можно сделать. Вам не снилось. Просто не снилось. Поэтому, это все страшно. И мы живем вот в это время, когда у нас полное правовое бесправие. Поэтому, в демократическом государстве благо. Я вот восхищаюсь в этом плане Европой, где Европарламент сказал категорически просто уголовное дело. Просто все, нельзя, все, не трогать. Никакого просто нет. А наши сказали нам пофиг. Так если бы они еще сделали, как-то и защитили это. Так она у них в открытом доступе. Потому что у них цифровой орган. И вот я почему начал парнишка этот, я к сожалению забыл его фамилию, но в интернете можете найти совсем недавно. Его ключевые слова для поиска такие ФСВ, отдел Э, включение, список, распознавание лиц Москва. Сразу найдете. Он футбольный фанат. Его в метро скрутили. Он говорит, вы что делаете? Они говорят, ты в поиске по лицу. Они у него документы проверили. Проверили все эти базы по непосредственно те, кто в федеральном розыске. Его нет. Ни в федеральном розыске, ни в каком розыске его нет. Его нет в розыске. Но он в базе поиска лица. И он спросил у этого полицейского, а как мне оттуда исключиться? Тут он сказал, никак. Поэтому, когда меня спросил Олег, что мы можем делать? Мне кажется, мы должны это рассказывать. Мы должны, потому что люди не понимают, что происходит. И здесь опять же игра вот этих приспешников путинских на том, что это очень тяжело понять. И судьи некомпетентны, судьи не понимают это. Мне кажется, вот если, я же как считаю, что нельзя все-таки танкам. Вот вдумайтесь. Судьи в этой системе. Вот как их убедить? Ну пусть они сами себя пробьют. Вот просто совет судьям. Или совет к их силовикам. Идите, закажите сами на себя. Может, вы тогда поймете, что вы там. Хорошо, есть судьи по гражданским делам. Так есть гражданский спор на миллионы долларов. А есть ли судья по уголовным делам? А есть ли это какое-то спорное дело? А есть ли кто-то, не дай бог? Вот что, это масошник, что ли? Вот эти все аргументы в Вашингтоне были. Вы что, с ума сошли? Нет, ни в коем случае нельзя. Вы что? Мы же не сможем. Мы же не сможем отфильтровать. Эти есть, этих нет. Вы что? Как мы это сделаем? Кто-то скажет, так нет, давайте тогда сделаем список лиц, которые мы исключим. Значит, этот список лиц, представляете себе, магнитуду этого списка лиц тогда, да? То есть нельзя этого делать. Не пофигу. Ну и то, что они ее вообще не защитили, то, что она у них в открытом доступе. Я, знаете, я вам прямо скажу, я уверен, что вот система исходит из нее, просто через интернет. Вы просто ее уверены. И это значит, что его кто надо уже нашли. Просто эта легкость, с которой какие-то представители, каких-то госорганов продают данные оттуда, говорит мне о том, что это вообще просто полный фиг. Это полнейший фиг. И я уже говорил об этом, когда мы делали мой восьмидневный курс. Теперь поставьте себя на сторону иностранцев. Вот вы иностранец. Вам об этом рассказали. Вы поете в Россию? Нет, не поете. Вы испугаетесь. Зачем вам это надо? Говорят, что потом будет сделано с этими данными? И опять же, зачем это? Я вам могу сказать, то есть, знаете, у каждого есть свое ДНК. И каждого есть свое ДНК. Вот ДНК у людей, у которых сейчас у власти, это репрессия и унижения. Это их ДНК. Они из этого состоят. Вот поэтому они сделали эту систему. Они не могут ничего построить. Они могут сделать только консландер. Они могут строить ГУЛАГ. Они это умеют. Хорошо. Вот они вы сделали цифровой. Вот и все. Да, полностью. И это, кстати, я могу сказать по Максиму Багриксову. Это как раз было ясно. Потому что, когда он, это вице-президент по-маски, когда он вышел, сказал, я сейчас буду здесь цветы Амману вручать. Вот. Ну, мы посмеялись. Ну, давай. Вот. Он сначала пропал, потом он написал всем, что нет, с ним все хорошо, но его больше нет. То есть, нет, там все. Не Айки-индустрия в республике Беларуси пришел конец, а оппозиционному движению в Беларуси пришел конец. Все. Они проиграли. Сто процентов. Все. То есть, сейчас это будет возгласы извне, извиняюсь, и Праги. Но там, внутри, все. И, то есть, сейчас, очевидно, Лукашенко поднимет заплату силовикам, раздаст деньги учителям. Полтора миллиарда для Беларуси это большие деньги. Она страна маленькая, полтора миллиарда это большие деньги. Вот. Вопрос, ну, опять же, с темы сейчас слезаем. 5 ноября очень интересно, да, что будет. Но они к нему подготовятся. Это сто процентов. Вот. Вы должны все время понять. Это, знаете, то, чему в США учат. Интернет это не техническая проблема, а юридическая. У вас есть уверенность, что VPN провайдер, которым вы пользуетесь, не пошел на сотрудничество с российскими органами? Вот задайте себе этот вопрос. Только этот. И все. И вот сразу вам висит ответ. Опять же, Enterprise системы, то есть, если вы поставите у себя в офис в периметр Enterprise оборудование, купите его за десятки тысяч долларов, если вы в это оборудование пойдете в Америке, купите Enterprise ключи и будете им пользоваться, тогда да. Но вы же используете VPN, скорее всего, бесплатно, либо который стоит 3 доллара за 3 года, как NordVPN. Ну, бесплатный сыр же, он известный, бывает только. Поэтому, опять же, вопрос от кого, да, при каких условиях. Поймите, это же еще и ред флаг. Это как, вот, я вот очень люблю этот, спасибо вам за этот вопрос про VPN, я вам сейчас расскажу, выбрал за Тор. Я очень люблю этот. Вы говорите, вот есть Тор. Я говорю, да, есть, конечно, конечно, есть Тор. Вот в США, если ты запустил у себя на компьютере Тор, то ты сразу в определенном списке. Ты еще ничего не нарушил. Вопрос, зачем ты его выпустил? Зачем ты? Купить авиабилеты с ним нельзя. Купить на Amazon.com что-то через Тор нельзя. Сейчас все идет к тому, что им ни для чего, для нормального пользоваться нельзя. Вопрос, зачем ты его запустил? Ну, значит, у тебя есть была причина, какая? Когда Романа Селезнева судили, я очень люблю этот кейс, я о нем много написал в комментариях. Там один из пунктов обвинительного заключения. Отдельная строчка. Последним приложением, запущенным на его Sony VAIO компьютере, был веб-браузер Тор в системе Megafon.ru. Идите, убедите джюри, что вы закупали либо цветы. Хотя там до этого было вот, но просто еще раз, они юристы, они это тоже написали, потому что это circumvential items косвенные. Зачем тебе это? VPN то же самое. И российские как бы власти, они и так же на это смотрят. Абсолютно. Я, кстати, еще хочу вам одну вещь сказать про VPN. Раз в месяц спрашивают, давай создадим свой мессенджер, будем его определенным образом. Я говорю, да, давай. И в тюрьму сядем потом на территорию России. Последние изменения законодательства говорят о том, что создание технических средств, программных средств для предотвращения, там какая-то такая формулировка, то ли для организации доступа к информации, короче, это все приравняется к шпионскому строю. Это вообще фантастическая вещь. И я как бы со своей жизнью в США, то есть я этого всего боюсь. Это просто. Просто. То есть я в этом боюсь. Я в этом ни в чем не участвую. Не знаю. Можно ли построить сеть коммуникационную, внутри которой обеспечить людям общение по электронной почте, общение через видеозвонки и так, чтобы это не было интернетом и чтобы она не использовала SSL-сертификаты и не зависела от... Да, конечно. Конечно. Это их мечта. Это то, что они делают. Вопрос только в том, что это изоляция. Ведь, вы понимаете, вот мы с вами сейчас, но я-то в другой стране нахожусь. Внутри вы, да, там Омск с Томском, ну да, смогут поговорить. Безусловно. Это мечта Яндекса. Это Волошин спать ложится и просыпается с этой мечтой. Я вам просто говорю, да, как есть. Это их мечта. Чтобы так было. Но вопрос здесь встает в другом. А что вы с иностранными контрагентами будете делать? Вы должны... Спасибо вам за этот вопрос. Спасибо. Отвечаю. Вы должны убедить иностранных контрагентов в том, что они должны проинвестировать деньги, ресурсы, время для того, чтобы их системы начали понимать ваш трафик. Вы знаете, чем какой ответ будет? Вы кто? Скажите, зачем? Ну, представьте. вы вопрос правильно знали. Можно ли сделать что-то внутри? Да, конечно, можно. Вопрос интеграции с другими. И не случайно и вот эта сила, да, назовем так этого парламента, и вообще сила этого вообще всей юридической машины в том, что она глобал, в том, что она глобальная, в том, что Южная Корея, Япония, я, простите, я вам покажу еще раз просто. Просто это очень важно и вы очень правильно вопрос задали. Поэтому я специально покажу еще раз. Вы понимаете, что вот эти все страны, и здесь даже не все флаги мы вот просто так нарисовали, да? Кстати, я хочу сказать, что там два лейбла не просто так стоят. У меня еще есть там глубокая лекция на эту тему, где я рассказываю о том, в какую очень интересную ситуацию попал компания Amazon и Google. Дело в том, что все говорят IT, 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 IT. Это как бы индустрия. Но есть такая компания, как Microsoft, есть такая компания, как Oracle, есть такая компания, как Apple, есть такая компания, как Facebook. Они не часть орлайнта. Их там нет. А вот Google есть и Amazon есть. И вот это очень интересная дилемма. Это то, почему среди людей, которые очень хорошо понимают интернет, существует только два облачных провайдера. Потому что эти компании отвечают за транспорт. Транспорт их. И вот они находятся в очень интересной ситуации. То есть они вынуждены видеть своего рода механизмы, некоторые по атаке, по атаке на свою, скажем так, юрисдикцию. Они это видят, потому что они и член парламента, но они при этом и двигают интернет. Дилемма и тонкость этой ситуации здесь в том, что все остальные участники не являются компаниями, которые двигают интернет. Яндекс об этом мечтает. То есть он хочет, чтобы они выдавали свои сертификаты. На данный момент они уровни интермедиа. То есть они не являются верхним, но они являются следующим. Поэтому да, конечно, я могу сказать, что очень много людей карьеру на этом сделало, на этой идее. Есть люди, которые там не просто миллионерами, а миллиардерами рублевыми стали, продвигая идею о том, что давайте мы отделимся и кучу оборудования продадим в интернет-провайдеры для того, чтобы у нас был свой интернет, чтобы у нас было все свое. Это отличная идея. Утопическая только. Конечно, это очень хорошо, когда, если вы ни с кем не соединены. Но проблема и особенность интернета в том, что он потому и крут, что он равен для всех. И как вы представляете себе? Ну то есть зачем другим участникам обеспечивать себе головную боль по поддержке стандартов. Вам нужны стандарты определить, протоколы определить. Дальше не нарушить частные права, связанные с авторской. Тут есть другая проблема. В определенный момент, когда вы начнете что-то делать, вы скажете, а я буду делать вот так, а я буду делать вот так. Вы вдруг выясните, что это патент. Это патент Амазона, это патент Оракла, это патент Google, это патент Microsoft, это патент Cisco. Что будете делать? Я вот на протяжении последних трех лет, повторяю одну фразу, Советский Союз исполнял патентное законодательство со всеми его проблемами. Со всеми проблемами Советского Союза, Советский Союз исполнял патентное законодательство, внимание, почти на 100%. Там было три единицы. Мы сейчас о них не будем. Это лан по накаливанию, ладно, они не платили никому, они сказали, пошли вон, не будем. Еще есть две единицы, где они сказали, нам наплевать, что это не наш патент, платить не будем. И им это простили, потому что там были вот тематические. Здесь патентов столько, здесь их даже не тысячи, здесь их десятки тысяч. И вы придете в ситуацию, когда вдруг выяснится, вам построить все это изолированное, еще раз, это юридическая проблема. Вы пойдете на нарушение всех этих патентов, а, и можете ли вы убедить всех контрагентов на Западе и скажут, очень больной, зачем мне это надо? Вот интернет пользуйся, весь мир пользуется, и все, на это нет аргументов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok